Ежегодный церемониал Путин отвечает на вопросы россиян, отличие года, коронавирусная онлайн-дистанция. Но запросов на ответы много. Вот тот, который разойдется по заголовкам. В глазах многих людей, в том числе и в моих, это было довольно жестоко по отношению к Конституции. Знаете, у меня есть одно универсальное правило. Отвечая на этот вопрос, нужно понимать, пойдет что-то, то, что мы делаем, на благо страны или нет. Если не пойдет, то не стоило. А если пойдет, то стоит делать. Я для себя еще не принял решение. Пойду я, пойду не пойду на выбор в 2024 году. Но что касается стабильного развития страны, это многого стоит. Эту пресс-конференцию 16-ю по счету нарекали самой сенсационной и сложной 2020-й. Целая череда громких политических и околополитических событий, после которых ждали реплик главы государства. Подводить итоги года пандемии начали с пострадавших сфер, например, образования. Один из частых вопросов – когда интернет станет общедоступным? Ведь дистант вскрыл большие проблемы. Президент уверяет, даже в малых селах с населением свыше 250 человек скоро появится бесперебойный интернет. До конца 2021 года по этим населенным пунктам должна быть проблема закрыта. На эти цели мы выделяем 12,6 миллиарда рублей. Они предусмотрены в бюджете и будут осваиваться. Надеюсь, что они будут осваиваться таким образом, что люди почувствуют изменение качества. На Алтае с этим тоже непросто. Весной в Красногорском районе домашнее задание оставляли в коробках в местном магазине. Электронная сеть не тянула, а вот в соседнем Быстроистокском районе разницу уже чувствуют. Было плохо – становится хорошо. Только в Москве пресс-конференцию посмотрели полтора миллиона человек. Вопросы могли касаться каждого на то и расчет. По мнению экспертов, цель – повысить оптимизм избирателей, заручиться поддержкой граждан, успокоить, разъяснить, убедить. Очень много внимания уделялось внешней политике. И при этом все-таки еще раз, несколько раз подряд Путин подчеркивал, что национальная безопасность и приоритет государства важнее всего. Предательство – это самое плохое, что может случаться. Но при этом на все остальные вопросы он и смотрел с оптимизмом, и попытался этот оптимизм внушить всем, кто с экранов телевизоров смотрел. В силу специфики года на этой пресс-конференции много говорили о медицине, в том числе и о вакцинации от коронавируса. Именно этот вопрос стал единственным, который задали от Алтайского края, и всего лишь одним из двух, которые задали от всей Сибири. Владимир Владимирович, меня интересует вопрос. А вы поставили себе прививку против коронавируса? Те вакцины, которые поступают в гражданский оборот на сегодня, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. И до таких, как я, вакцины пока не добрались. Но поставить собирается. Кроме того, Людмила Кейбл, главный редактор Змейногорского Вестника, спросила, хватит ли вакцин России, если мы поставляем дозы за рубеж. Сейчас проблемы с вакцинацией в отдаленных районах края даже у врачей, поскольку хранить их долго нельзя. А в селах и вовсе условий для хранения нет. Об этом мы поговорили с самой Людмилой. Я считаю, что он намеренно упустил часть вопроса, которая касается Алтайского края. Но это дает нам возможность теперь, после, скажем так, благословения президента, обращаться напрямую в Минздрав и спрашивать о том, когда же будут ставиться прививки нашим врачам. 68 вопросов за 4,5 часа. Но если учесть, что журналистов было больше 700, неуслышанными остались многие. Поэтому сейчас так громко обсуждают и осуждают даже не вопросы, а просьбы президента используют как единственную возможность обратиться за помощью. Например, женщина с табличкой «Я беременна» рассказала, что вице-губернатору Рязанской области нужно присвоить звание героя за спасение людей при пожаре. Или вопрос про Дзюбу. Но не обошелся президент и без подарков. Семьям с детьми до 7 лет дадут по 5000 рублей на ребенка к Новому году. Возможно, поэтому появление президента ждут, как Деда Мороза на все знает ответ, поможет и поддержит. Андрей Дриер, Андрей Печоркин, Александр Антропов. День с толком.